Lexus RCF Track Edition 2020 года. Новая машина, которую вот недавно добавили. Знаете, я так скажу, мне очень нравятся дизайны, которые тут игроки уже успели понасоздавать. Это причем вот самые популярные дизайны. Они реально круто смотрятся, идут о этой машине. Но давайте мы их попозже примерим. Для начала просто... Меня пускай крашнется игра. Для начала давайте в стоковом цвете, в стоковой раскраске на ней просто прокатимся. Посмотрим. Моделька кайфовая. Моделька очень качественная. Видно сразу. Не на всех машинах просто. Ну, на большинстве, конечно, новых, которые добавляют качество на уровне. Но не на всех, к сожалению. В общем, давайте послушаем звук. Кайф. А тем временем на улице дождик. Так атмосферно, прикольно. Короче, я ее затюнил немного. Но двигатель я не свапал. И также я не менял ей привод. То есть оставил ее на заднем приводе. И получилась у нас машина 886 класса. 900 лошадиных сил. Полторы тонны веса. И объем двигателя 6,0. Ну, хотя... Ну, да. Вот так вот, кстати, она, если что, выглядит из салона. Ну, такая чисто спортивная. Спортивная, да. В общем, давайте сразу к делу перейдем. Мне интересно просто проехаться на ней по шоссе разок. Посмотреть, сколько у нее там максималка будет. Кстати, а что если попробовать на этой тачке выжать максималку потом? Когда я уже все вот это вот поделаю тут? С помощью мультиплайеров. С помощью которых мы из Джеска выжимали. Интересно. Блин, точно. Может, она там поедет 500? Не, вряд ли, конечно, она поедет 500. Чтобы она ехала 500, это надо прям... Блин, ну как красиво игра выглядит. Ты посмотри, а? Да? Вот еще в дождь такой, типа. И то, дождь как бы не сильно лупит. Просто такая погода после дождя. Кайф вообще. Короче, 340 км в час. Ну, 350 мы, конечно же, осилим на спуске. Но есть ли смысл аж до туда ехать? Ну, выглядит, блин, огонь. Да, на вот этом спуске 352, 3, 4, 5, 6, 7 не будет. Блин, ну капец. Красивые кадры, конечно. Так, я поставил на эту машину S1 тюнинг 900 класса. Самого топового в S1 получается. Тюнинг вроде по рейтингу самый лучший из тех, что, по крайней мере, есть на данный момент. И, в общем, давайте попробуем прокатиться в соперниках. Тут тоже машина S1 класса. Первый круг, как бы первый блинкомом, как обычно первый круг по приколу. То есть мы просто проедемся, потому что, ну, мы не набираем скорости. Просто посмотреть на трассу, потому что я ее не знаю. Я тут не катался еще. Хотя, наверное, я катался, но вряд ли я помню. Ну, кстати, рулится она достаточно хорошо. Не знаю, как я буду управляться с этой машиной немножко позже, но, блин, не, рулится она нормально. Я, конечно, не эксперт в таких кольцевых гонках, но посмотрим, что у меня получится сделать с этой машиной. Потому что она, как бы, ну, для этого, по сути, и предназначена. То есть у нас создана, называется Track Edition, Track Version, вот это как она там. Поэтому она должна дубасть. Так, как нам здесь вот проехать так, чтобы сохранить как можно больше скорости? Нужно, наверное, притормозить и сразу выруливать вот сюда, блин. Да, потому что скорость мы что-то не держим. Так, ну ладно, все, первый круг адекватный, по сути, должен сейчас у нас быть. Мы едем за Феррари Энса, по-моему, я выбрал. Да, ить, руливаемся, все в порядке. Я привык уже к своим вот этим Ламборгу, не Ламборгини. Я чисто, я не буду сильно тут, как бы, на результат прям жестко играть. То есть, как получится, так получится. Блядь, уебался. Так, значит, первый более-менее такой адекватный круг у нас 53 секунды получился. Но я там врезался. И да, на одном повороте я перемотал, чтобы... Потому что я его по-тупому проехал, капец, как вот в этом вот повороте. Ну, а теперь давай... Нет, не на этом повороте. Вот на следующем повороте. И не на этом, а вот на следующем. Я перемотал вот тут, потому что я затормозил, как не пойми кто. И, в общем-то, не врулился адекватно. Хотя, в принципе, дистанция между мной и вот соперником этим такая же, более-менее. Ну, давай проедем хотя бы один круг просто, чтобы на результат засчитался нам. И все. Конечно, понятное дело, что это далеко не рекорд. Я мог бы, я уверен, если бы постарался и обогнать вот этот Феррари на этой машине, но не знаю. Так, ну-ка, сколько у нас? А, 53, то есть точно такой же результат, понятно. Хотя при этом старт, по-моему, даже лучше. Ну-ка, подожди, давай еще раз все-таки проеду. Бля, мне, наверное, надо уже на четвертую сбрасываться. Че я так туплю? Там, наверное, на пятую надо сбрасываться. Я не сбрасываюсь, еду на шестую. Тут на четвертую, блядь. Идь, нормально. Сейчас получше. Хоть и не сильно, но получше. Ой-ой-ой. Так, 52 секунды. Ну, короче, 52 секунды. В общем, нормально. Чтоб это все не затягивалось, переходим дальше. Тут есть и дрифт-тюнинги. В принципе, оно понятно. Давай попробую дрифт-тюнинг. Хотя, по сути, машина Траск Эдишн. Не должна она ездить боком, да? Но у нее как бы задний привод. А значит, что? А значит, можно. Блин. Ну, кайфово. Кайфово. На ней еще, знаешь, сейчас такая ночь. Вот этот вот легкус. Вот это вот все. Ну, как и на любой другой машине. Боком просто поставил шины, подвеску и все. И дубась. Будь здоров. Потому что на любой абсолютно машине здесь... Ну, и задний привод, естественно. На любой абсолютно машине здесь боком кататься реально кайфово, удобно. И ловишь от этого кайф. Я уже сказал спасибо, блядь, за тавтологию. Да не, за что. Ладно. Давай, короче, тогда не будем все, не будем выпендриваться. Мы просто ставим сейчас, получается, самый жесткий на свете тюнинг. Так, где он там у нас? Вот, смотри. 964, спид и грипп. Давай, ставим. И вот я даже проверять не буду. Мои заезды. Так, где там у нас вот это вот того? Вот это вот, по-моему, да? Да. Точно? Бля, параметры схемы. Нет. Наверное, да. Да, это оно. Окей. Так, ну я, значит, создал свой тюнинг, потому что там тюнинги упирались немножко в коробку передач. Я сделал вообще. Не знаю, будет это работать или нет. 9 передач. Я просто, я особо ничего там не тюнинговал, не менял. Только самое такое основное. Ну, не знаю. Посмотрим, как это сработает. Вообще нормально или нет. Но скажу так, что здесь сразу чувствуется. Сейчас мы немножко аккуратно. И да, я оставил все-таки задний привод. Так, немножко у нас сейчас пока что пробуксовка. Но сейчас мы выйдем уже нормально вот так вот на шоссе. И тут уже будем дубасть. Правда, толку нам, подожди, от этих... Ну, я, в принципе, все передачи в скорость дубанул. Поэтому должен быть толк. Должен быть толк от всех этих передач. И плюс у нас мультиплайер этот. Да, толк определенно есть. Только вот насколько сильно... Это не попало на запись. Но я уже просто проезжался. И тут было 452 километра в час. Теперь 454. Ну, хорошо. Может, со спуска будет что-то прикольное. Не знаю вообще. Таким, наверное, никто не занимается. Только я один дебил, потому что... Ну, вот потому что дебил. Это обычно используют для всяких и джеска, и не джеска, и прочего. Так, вот он у нас спуск. Давай аккуратненько выровняемся. И сколько будет? 460 хотя бы будет. Ну, не будет. Окей. Ну и, конечно же, как я мог закончить видео, пройти мимо или протестировать, даже пускай на совсем неподходящей машине, мое самое любимое изобретение Forza Horizon 5. Ну, в смысле, из тех, что я сделал. И так. Нас ждет 7 километров спуска. Люту... Ой, это зря. Это зря. Так, погнали. Нормально, аккуратно начинаем, потому что, чтоб не буксовало, так потихонечку, помаленечку. И думаю, уже можно тапочку в пол. Ну, чё, ставьте свои ставки в комментариях. Сколько она поедет? Уже 460, уже рекорд побит, который мы там устанавливали на шоссе. Ну, я не думаю, в принципе, что тут сильно много будет, да? То есть, но, бля, если я разгонюсь на ней 500, это будет очень, конечно, кайфово. Ну, давай. Давай. Дубась. 490. 491. 492. 492. Давай. 493. Пожалуйста. Еще чуть-чуть. 493. 494. Я переключу. Бля, зря переключил. Да? Или нет? 494. Бля, нет. 494, короче, максималка. Не получилось 500 выжить. Блин. Хотя, я уверен, что если бы немножко как-то по-другому там можно было настроить машину, ну, в принципе, можно, но я в этом не особо шарю. Ну, короче, можно было бы и 500 выжить, я уверен. Ну, что ж, ладно. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока. Пока.